Я пару слов скажу об организации медико-психологической помощи в учреждениях здравоохранения онкологического профиля. Ну, не секрет, что штатных мест у нас пока что еще достаточно мало. Однако, я думаю, что нам уже вполне есть чем гордиться, только мне стоит сладить с презентацией. Итак, мы все с вами здесь присутствующие знаем, что онкологические заболевания – это обширный и разнородный класс заболеваний, которые носят системный характер, имеют множество форм и вариантов течения, и что не выявлен до сих пор еще не выявлен единый запускающий фактор этого заболевания. Наверное, в этой аудитории уже нет никакого смысла особенно разговаривать про актуальность онкопсихологии. Мы как раз с вами живем в то время, когда актуальность онкопсихологии ни для кого уже не представляет собой секрет, и уже не так много вопросов к тем людям, которые работают в этой области, как когда-то это было, может быть, еще 10 лет тому назад, когда об онкопсихологии в нашей стране, по крайней мере, практически еще не слышали. Надо вам сказать, что уже дважды в рамках работы онкопсихологов теперь уже в Национальном центре онкологии имени Петрова выпущено руководство онкопсихологии под редакцией Вентины Ксенычуковой, нашей старейшиной, главой нашей Питерской школы онкопсихологии, о которой мы говорим в последнее время. Вы видите ссылку, и все заинтересованные могут на сайте НИИ Петрова, на МИЦ Петрова, я все еще оговариваюсь, найти. Это достаточно большое руководство. Выпуск 2018 года расширенный, имеет много, как мне кажется, интересных добавлений относительно первого выпуска. За период наблюдения 9 лет, это период моего индивидуального наблюдения, можно сказать, что в онкопсихологии произошли серьезные сдвиги в России, проводятся научные исследования, проводятся на разных площадках программы повышения квалификации в этой области. Специализации такой нет в онкопсихологии, однако многие организации уже дают такие программы повышения квалификации, и это чрезвычайно важно, потому что те психологи, которые вышли в эти поля неподготовленные, непереориентированные, ну, в общем-то, могут быть изрядно фрустрированы в своих ожиданиях. Наша с вами деятельность, мне кажется, в зале сегодня в основном мои коллеги присутствуют, наша с вами деятельность имеет выраженные особенности, так же, как и само заболевание, достаточно явно отличается от других. Наверное, вам не нужно рассказывать, что активность СМИ в освещении онкопсихологии достаточно велика, и я надеюсь, что многие из вас здесь присутствующие, многие из сегодняшних докладчиков найдут свое место в Штатах, я имею в виду в профессиональной деятельности, свои как специалисты в организациях онкологического профиля. В нашем городе работают несколько некоммерческих организаций в направлении онкопсихологии. Например, у нас есть замечательная организация «Радуга жизни», где оказывают реабилитацию детей, перенесших онкологическое заболевание. Елена Ивановна Богданова, глава этой организации, сегодня с нами. Мы рады ее приветствовать. Но также появилась еще одна НКО, а именно Ассоциация онкопсихологов Северо-Западного региона России. Но так как мы зарегистрированы в Санкт-Петербурге, мы не можем представлять всех специалистов России, а можем представлять только регион. Однако среди нас есть уже участники, которые живут в разных регионах России и просто хотели примкнуть, я бы сказала, именно к питерской школе. Обратите, пожалуйста, внимание на слайд. Во всех этих организациях работают штатные специалисты. И это большой список. Питер в этом смысле является передовым городом в плане оснащения штатными онкопсихологами городских и федеральных лечебных учреждений здравоохранения и онкологического профиля. Хочу вам сказать, что все люди, работающие в этих организациях, вошли или стали учредителями, или вошли в костяк Ассоциации онкопсихологов. И если кому-то из вас в дальнейшем захочется пригнуть к этой ассоциации, пожалуйста, свяжитесь с нами. Собственно, ее можно просто загуглить или прийти на кафедру экстремальной и кризисной психологии в СППГУ на Макарова 6. Мы там регулярно собираемся. Это место нашей приписки. Ну, не будем останавливаться уже на хосписных моих дальнейших делах, которые были освещены на следующих слайдах. Там также описана организация психологической помощи в Центре Петрова. Но я думаю, что сегодня мы пришли слушать не столько про это, сколько об опыте молодых начинающих онкопсихологов. Я рада приветствовать вас здесь. Мы рады, что ряды наши пополняются. И огромное спасибо руководству Центра имени Петрова. И огромное спасибо всем организаторам прекрасного форума онкологического, ежегодного пятого уже в этом году, за то, что проблемы онкопсихологии и площадка онкопсихологии представлены на этом форуме. Это большая честь для нас. И это уже пятый форум, на котором нашему направлению уделяется достаточно внимания. Сегодня мы представляем молодых ученых в этом направлении. Завтра будет секция, как мы ее называем, взрослая, где будут выступать штатные специалисты. Мы тоже начинаем два. Пожалуйста, всех заинтересованных мы приглашаем завтра на нашу взрослую сессию, где мы будем говорить об опыте своей работы. Спасибо вам за внимание. Продолжение следует...